здравствуйте это телеподкаст монография меня зовут константин костюк я руководитель издательского дома директ медиа и сегодня речь пойдет об искусственном интеллекте как новое явление нашей жизни о котором много говорят много думают много боятся и собственно я хотел бы рассказать о том что вокруг этого строится новые мифы которых следует вовремя развенчать ну тема действительно очень горячая по оценкам экспертов более 60 процентов наших профессий будут затронуты и да искусственный интеллект будет вытеснять какие-то профессии все боятся больше процент опрошенных сегодня связывается искусственным интеллектом скорее опасения чем надежды то что мы перестанем мыслить нас везде заменит в чем-то это так но хочу обратить внимание за всю историю человечества ни разу еще не удавалось остановить какие-то технологии если они комфортны если они приносят человеку какой-то прогресс какие-то удобства и я думаю здесь будет происходить то же самое если мы будем понимать что такое искусственный интеллект и вовремя решать его проблемы ну а что такое искусственный интеллект наверное самый главный вопрос на который нужно ответить потому что сегодня на него отвечает в основном ну условные программисты до технократ и в то время как вот наверное такие вопросы нужно прежде всего обращать к гуманитариям философом и вот если мы зададимся вопросом что такое искусственный интеллект я постараюсь вам открыть здесь две два направления мысли вообще стоит вспомнить что та технология нейросетей который собственно сегодня вот и вспыхнули получила название искусственный интеллект она была изобретена почти сто лет назад в 1946 году и все эти годы велись работы исследования очень медленно то что удавалось достигнуть это ну регуляция и конструкция из нескольких тысяч связей которые если мы будем сравнивать с животным миром аналогичные разумы пиявки и вот буквально несколько лет назад ну вместе с постепенным прогрессом был запущен проект open и открытый искусственный интеллект и практически за три года произошла вот та революция которая завершилась изобретением чат gpt программы которые многие наверное с этим уже знакомы очень осмысленно отвечает на самые каверзные вопросы и действительно где практически невозможно отличить человеческий разум от машинного интересно что вот это открытие для самих разработчиков было абсолютно новым это произошло за три года буквально там по шагам и вот нам нужно объяснить прежде всего вот этот вот эффект неожиданный для всех вот для того чтобы объяснить это все я бы с двух сторон рассмотрел проблему искусственный интеллект как компьютер то есть движение от компьютера человека но и не забыл а другой со всей стороны этой медали от движения человека компьютеру потому что искусственный интеллект нашем понимании это компьютер это прежде всего наращивание программных способностей но и сервера так скажем мощностей тех опциях которых компьютер был всегда силен то есть это логика рациональной операции и вот это вот развитие рациональности такой компьютерной она двигалась своими шагами наконец во всех сферах где этот и этот тип рациональности доминировал компьютер нас обошел в частности в играх шахматы го вот это все хорошо известно то есть компьютер умеет логически мыслить хорошо и намного лучше нас но компьютер не умеет чувствовать и и вот этого у него никогда не было технологии нейросети которые сейчас говорит это практически есть заменитель оцифровка человеческого чувствилища да если мы даем некие цифровые данные то нейросеть способна подстраивать их алгоритмизировать и самостоятельно перебирать эти алгоритмы находить тот результат который нужен вот возникает аналог человеческого восприятия способности обрабатывать образы и так далее вот собственно это этот эффект мощность серверов которые вот сегодня предоставила индустрия сложность программ и самое главное третий элемент разработка большой языковой модели то есть конструкции языка на котором говорит человек вот это все объединенные вместе и породила эффект чат gpt компьютер который умеет разговаривать то есть объединение разума и чувств дает некой аналог сознания и и все таки если мы задумаемся достаточно ли вот этих вот элементов для создания чего-то большого и тем более вот тех опасений которые нас всех охватывают заметим вот что что даже человеческий мозг который так скажем уже заведомо мощная такая машины для обработки данных если ей не дается материал если она не наполняется информацией не может ничего породить возьмем маугли возьмем примитивное общество и вот собственно то что делает человека человеком его адаптации к окружающей среде опыт истории вот этого все у компьютера конечно нет и быть не может опыт вот наверное ключевая вещь которая здесь как фактор решая играет решающую роль и секрет чата с gpt в том что он получил доступ как раз к этому опыту человечества он обработал ну проглотил огромное количество данных книжек информации и получил вот этот опыт и тем не менее вот в рамках опыта нужно понимать что искусственный интеллект всегда будет тотально зависим от человека и в этом смысле не более чем его помощником да это конечно большое достижение и прошел всего год с того момента как был изобретен чат gpt но уже и появилось понимание границ то что могут эти программы это возможности голосового помощника вот развитие дальше под стоит под большим вопросом но это вот одно направление что может сделать искусственный интеллект как развивающийся компьютер да и скажем так он тоже имеет свои пределы и тарта мера которые поставили вот те самые условные программисты то есть создать интеллект аналогичный человеческому разуму в этой парадигме практически невозможен ну и не очень интересен но есть и другая сторона вопроса который очень мало говорят но который на мой взгляд как раз является решающей и ключевое понятие здесь цифровизация цифровизация возникает вследствие нашего желания сделать жизнь комфортнее удобнее и мы прежде всего сами вовлекаемся в эту цифровизацию мы пользуемся мессенджерами смартфонами мы переводим наши образы на экран и вместе с цифровизацией все больше виртуализуется наша жизнь все большую роль получают медиа и мы сами постепенно переводим себя именно вот на этот цифровой виртуальный язык говорят цифровизации мы держим всегда в уме число число как начало всех вещей начинает править миром и здесь важно что число дает основание языку на котором мыслит компьютер и который все больше входит в нашу жизнь вот те процессы которые происходят последние десятилетия это прежде всего процесса нашего обучения этому цифровому языку нашего ввлечения и вот последствия цифровизации нашего сознания вот они действительно глобальны мы будем мыслить по-другому мы будем воспринимать вещи по-другому ну и самое главное вот в этом пространстве на этом языке мы и компьютеры машины говорим одинаково то есть мы переходим на цифровой язык а вовсе не только машины это будет касаться и нашего образования ну вот это действительно на мой взгляд при не приведет колоссальные цивилизационные последствия ну и говоря об этих последствиях давайте и вспомним минусы какие-то да первое что чем больше нам помогает хороший помощник тем меньше мы сами умеем делать вспомним когда появлялись первые калькуляторы после этого мы перестали с вами уметь считать в уме сейчас с ростом искусственного интеллекта разумеется наши навыки будут уменьшаться но тем не менее ключевую роль то есть программировать контролировать эти процессы принимать их результаты человек конечно должен оставить за собой и примеров этому множество например как мы ищем и работаем с информацией если раньше образование было направлено на то чтобы запоминать и этому мы учились и в школе в университете то сегодня это этот навык тоже уходит мы скорее быстро начинаем гуглить где-то находить эту информацию то есть мы теряем память мы теряем понимание связи между вещами понимание целостной картины это вот когнитивные опасности которые надо иметь ввиду потому что измените мы будем с вами конкурировать с искусственным интеллектом и это конкуренция будет очень жесткой но еще больше опасность корениться в социальных последствиях таких глобальных вещах потому что то как происходит цифровизация это оплетение цифровыми инструментами нашего производства промышленности культурной жизни все превращается в некие экспертные системы в которых ходит информация потоком недоступны для человеческого понимания человек здесь играет роль оператора того кто нажимает на кнопки но в конце концов просто просто отдельного винтика этой большой машины и конечно чтобы не раствориться в этой машины чтобы не попасть под ее вот тотальную зависимость нам потребуется не расслабляться поэтому главное что происходит на мой взгляд это не вот те успехи или опасности которые исходят от чат g5 а это то тотальная информатизация где править бал будет действительно искусственный интеллект и здесь не чат g5 а скорее вот такая вещь как госуслуги более значимый феномен когда все что происходит будет зависит от программа того можем ли мы включиться как мы с этим будем работать и вот эту вот линию как бы от человека компьютера вот ее надо всегда держать в уме тем не менее я бы призвал к тому чтобы мы не строили новые мифы будь они страшные или наоборот такие радужно сказочные а чтобы мы готовились вот к этой новой фактуре сосуществования естественного разума и искусственного разума ну и способны были понимая как это все происходит вовремя видеть чувствовать проблемы находить их решение и тогда я думаю обычный спор человека с технологиями окажется в пользу человека